Представителям власти и предпринимателям необходимо сесть за стол переговоров. Такую идею единогласно поддержали все присутствующие бизнесмены. По их словам, сегодня малый и средний бизнес в республике находится в крайне тяжелом положении. Причиной тому, помимо закрытия торговых объектов и существующий закон об НДС. Политика любой страны, нормальной страны, она построена таким образом, чтобы сделать для предпринимателей комфортные условия ведения бизнеса. А у нас, к сожалению, на сегодняшний день все происходит как-то, знаете, вот как с овцы там шерсть. Есть пословица, да, содрать, а там дальше что с ней будет, никто об этом не думает. Есть куча проблем, которые нужно решать. Сегодняшнему новому руководству нужно решать эти проблемы. Я не говорю, что они там сами должны взяться и это делать. Мы готовы помогать в этом, то есть мы всегда готовы стать рядом. Но, знаете как, вот этот злосчастный, конечно, закон в возном НДС, я всегда о нем говорил и буду говорить, он колоссальный урон нанес. Он, можно даже сказать, не менее урон нанес, чем сегодняшняя вот эта ситуация с карантином. Вот эти возные, возной НДС, еще какие-то платежи на границе, скорее всего, надо либо отсрочить, либо вообще отменить на это время. Перейти на другую систему налогообложения предлагают все представители малого и среднего бизнеса, как отмечает предприниматель Лилитбар. Этот налог наносит основной ущерб бизнесу в республике. Платить его не могут зачастую и крупные торговые компании Абхазии. Перед этим закрылся огромный магазин, за это строй работало столько лет. Один из основных поставщиков цемента, стройматериала. Там работало 57 человек. Вот представьте себе, мы закрылись. Во-первых, нет стройматериала в республике поставки. Во-вторых, такое количество людей осталось без работы. Они завтра не пойдут, Амбра, не будут покупать твою продукцию. Они не пойдут в магазин к Славику Библа и не будут покупать его технику. Когда экономическая цепочка, она же охватывает все отрасли. И когда в каком-то одном звене нарушается, происходит сбой, он идет и отражается на всех. И я очень, мне жаль, что нет такого понимания со стороны правительства. Они сделали документ с громким названием «Декрет». Ну, мы же понимаем, вот мы предприниматели сидели, я просто не хочу говорить. Там тоже, наверное, экономисты сидели, его писали, но я не знаю, что это за экономисты. Потому что, когда ты даешь отсрочку на месяц по НДС, я понимаю, если предприятие работало бы и тебе дали отсрочку, это еще где-то оправдано. Но при закрытом предприятии, вот эта отсрочка, а какое это смешно, это вот так глупо, извините за это слово. По словам директора пивоваренного завода Сухумский, Амра, ну а власти страны не оказывают предпринимателям никакую поддержку. Это при том, что бизнес в стране решает одни из главных вопросов – занятости граждан. У меня, например, на заводе работает 120 человек, и они все получают достойную зарплату. Естественно, любой предприниматель нуждается в поддержке государства. Если у нас не будет диалога с государством, я думаю, что экономика будет все время на стадии стагнации, то есть не будет никакого развития. Мы хотим не только просто работать и выпускать, скажем, продукцию, которая нравится местным жителям, отдыхающим, но мы хотим и развиваться, то есть выходить на внешние рынки. Но для этого, естественно, нам нужны оборотные деньги. К сожалению, их катастрофически не хватает. У нас сейчас идет реконструкция завода. Мы вот сегодня, вот прямо сейчас я получила смс, у нас грузится оборудование с Чехии, и они ждут поступления денег, а мы не можем эти деньги перечислить, понимаете? То есть мы выглядим перед своими партнерами несолидно из-за того, что мы не можем выполнить свои обязательства. Я считаю, что производителям надо оказывать очень существенную помощь, поддержку. Основной клиент абхазских предпринимателей – это, безусловно, турист. На открытие границы в этом году бизнесмены возлагают огромные надежды. Однако, как отмечает президент гильдии ательеров Абхазии Астамурахба, делать какие-либо прогнозы пока сложно. Мы с вами напрямую зависим от той логистики, которую Российская Федерация будет выстраивать. Как внутренний туризм будет развиваться, сейчас вы знаете, отдельное поручение Путина, чтобы занялись законопроектами и вообще какие-то ресурсы выделили на развитие внутреннего туризма. Но при открытии и возобновлении внутреннего туризма мы также, как бы мы ни кричали и как бы мы ни пугали свой народ, автоматически мы также должны принять меры для того, чтобы границу открыть и также привлечь тех туристов, которые мы можем привлечь. По нашим прогнозам, если турист один отдыхал 8 дней, то в этом году вы можете отдыхать и 15-16 дней. Но это не означает, что от этого экономический взрыв произойдет, но турист приедет к нам очень бедный. Если внутренний туризм будет развиваться, если Краснодарский край выйдет из той ситуации, которая сегодня сложилась, то мы можем с вами, конечно, увидеть в наших городах и в туристических объектах туристов. Даже если границы в туристический сезон будут открыты, республика столкнется и с другими проблемами. Необходимо будет соблюдать меры безопасности и определенные условия принятия туристов, к чему абхазская сторона пока еще не готова. В России, например, и за границей в Европе тоже сейчас введены новые меры уже. То есть люди уже подумали, что в туризме, в сервисе и в ресторанном и в отельном бизнесе будут новые условия. За границей говорят о том, что они отменяют шведские столы, наверное, вы уже это слышали. То, что касается именно бесконтактный ресепшн, бесконтактные платежи, мы в сегодняшней ситуации себе такого позволить не все могут и вообще, наверное, никто не может. То есть настолько мы не продвинуты, чтобы вот так, именно такие условия предоставить нашим туристам. Турист сейчас будет очень осторожный. Вы подумайте только о том, что люди все боятся сейчас болеть, заболеть. И дело сейчас вопрос не в том, есть у людей деньги или нет у людей денег. Проблема сейчас в том, что люди будут даже бояться путешествовать очень многие. Просто ездить, они будут бояться. И они будут переживать о том, как же им изолироваться. Мы по прогнозам, вот недавно анализ делали, в связи с туризмом тоже общались, все-таки частные апартаменты будут пользоваться спросом. Будут пользоваться спросом какие-то индивидуальные там размещения, кемпинги может быть. Ведь даже вот, возможно, в палатках, где-то в лесу, у реки, у моря люди будут с большим, это и дешево, и в принципе с большим желанием размещаться. Но у нас надо к этому готовиться. То есть нужно знать, что это будет пользоваться спросом. Сейчас говорить о том, что будет сезон, не будет сезон, да, тяжело, сложно, но все-таки хочется поговорить о том, а вот откроется сейчас граница, что мы будем делать, да, как мы будем себя вести вот в этой ситуации, принимать, как мы будем туристов. Подводя итоги заседания о необходимости поддержки бизнеса государством, говорил член общественной палаты Владимир Осия. Все предприниматели, все люди, которые сегодня живут в нашей стране, я думаю, большинство, все мы завязаны на том, чтобы развивать наше государство. Мы не хотим, чтобы наше государство развалилось. Естественно, конечно же, знаете, есть принцип у американцев, говорит, когда хорошо мне, хорошо Америке. И дай Бог, чтобы мы могли дойти вот до такого периода, когда мы бы могли и хорошо жить, и было бы хорошо нашему государству. Это две составляющие, которые определяют дальнейшую жизнь. Сегодня говорить о том, что у нас развивается предпринимательство, к сожалению, очень тяжело. Почему? Потому что есть очень много объективных причин. К сожалению, не всегда это говорится об этом, но развивать предпринимательство без имения рынка – это очень тяжело. По итогам встречи члены общественной палаты приняли решение создать комиссию с целью обсуждения и решения главных проблем среднего и малого бизнеса, в которую будут входить также предприниматели и представители туриндустрии страны. Виола Барганджа, Эдуард Аракелян, Абазатова.